За последние четыре недели губернатор Игорь Руденя во второй раз посетил Ржев. И если в первую поездку он раздал распоряжение, которое необходимо было выполнить в срок, то во второй раз приехал проверить, как идет их реализация. Остался ли глава региона доволен увиденным, выяснила наша съемочная группа. Ржев вовсю готовится к юбилейной дате, 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В эту дату ожидается приезд важных гостей, поэтому город должен приобрести свежий и новый вид буквально за полгода. По распоряжению губернатора в городе введется большая ремонтная кампания. В план работы включен ремонт участков 22 дорог, 28 дворовых территорий и фасады домов. В ходе своей поездки Игорь Руденя осмотрел ход работ на объектах, которые расположены на въезде в город. Он переговорил с подрядчиком, который, несмотря на сложность объекта, гарантирует все успеть в срок. Самое сложное здесь, конечно, сама структура фасада. Здесь, если на данном доме посмотреть, она необычная в виде кубов, поэтому приходится делать работу по очищению всех этих швов, восстанавливать всю структуру фасада. Если посмотреть с фасадной части, то там есть так называемый балясин на балконах, тоже структурный ревефный фасад, тоже небольшие сложности. Работа по обновлению фасадов идет не только на въезде в город, но и на улице Советской. Игорь Руденя пообщался с местными жителями. Они обратили внимание на недоработки со стороны подрядной организации, в том числе при обустройстве дренажной системы во дворах и ремонте кровель. Сейчас временное решение будет для того, чтобы во время дождей либо при таянии снега не протекало, а уже со следующего года... Это так, Вадим, нет, что мы вписали план? Да, да, да. Хорошо, они переложат шифер на металл. Спасибо большое. Главное, чтобы не протекало. Губернатор отметил, обеспечение комфорта и безопасности жителей при проведении ремонтных работ – одна из ключевых задач. Глава региона поручил завершить ремонт с учетом всех замечаний жильцов. Кроме фасадов, к юбилею Победы проводятся работы по благоустройству общественных зон. В частности, был отремонтирован памятник делегатам второго Всероссийского съезда и реконструирована парковая зона, находящаяся рядом. Игорь Рудене осмотрел территорию, однако его внимание привлекла консервация фонтана на зиму. Глава региона отметил, что невооруженным взглядом видно, что рабочие нарушают нормы. Вы же видите, это халтура. Вон там есть примыкание, видите? Стена и две плоскости. Здесь нет примыкания. Еще одно место, которое должно приобрести свежий вид – военный мемориал. Обелиск героям Великой Отечественной войны. Проектом предусмотрена реставрация самого обелиска и благоустройство прилегающей территории. Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета. В настоящее время работы на самой стейле находятся в финальной стадии. Параллельно с этим ведется благоустройство территорию, устанавливается освещение. Мы приняли решение о замене мачта освещения на новые. Попросили изменить подход и увеличить количество малых форм, там, где могут люди присесть до скамейки, поставить специальные места для сбора мусора. Также мы приняли решение смонтировать ограждение, потому что слишком крутой склон, и мы понимаем, что это место является любимым для горожан. Кроме того, губернатор не оставляет и тему перехода обучения в школах на односменный режим. В число таких вошла и 12-я СОЖ Ржева. Это стало возможно благодаря поддержке регионального правительства. Были выделены деньги на ремонт неучебных помещений, которые впоследствии стали новыми классами. Были выделены средства на ликвидацию второй смены. Мы провели все ремонтные работы, переоборудовали, и теперь обучаемся в одну смену. В школе были выделены средства и на обновление оборудования и мебель. В классы были закуплены новые компьютеры, интерактивные доски и материалы для обучения малышеклассников. Игорь Руден осмотрел учебные классы, пищеблок, кабинет технологии, медкабинет, актовые и спортивные залы, кабинет театрального искусства. В ходе осмотра он дал поручение о создании в учреждении современной инфраструктуры пожарной безопасности. В частности, установка противопожарных дверей. Губернатор посетил одну из самых проблемных точек для ржаветян. Это мост через реку Большая Лоча. Его построили в 1963 году и за это время ни разу не проводили на нем никаких работ. Кроме частичной замены пяти парапетных блоков. Его признали аварийным полгода назад. На сегодняшний момент уже почти подготовлена вся необходимая документация для проведения работ. Экспертами была проведена оценка. На сегодняшний момент требует полной замены всех конструктивных элементов. Вместе с опорами, с пролетными строениями, с балками, со всеми. То есть фактически будем проводить реконструкцию данного сооружения. То есть ничего, грубо говоря, живого в этом мосту уже не осталось? Фактически да. Это один из двух выездов из города к трассе М9 «Балтия». Второй находится через 9 километров. А так как для проведения ремонтных работ необходимо будет полностью перекрыть путепровод, жителям это доставит некоторые неудобства. Предположительно, строительство и монтажные работы будут начаты в сентябре 2020 года, а завершены осенью 2021 года. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...